Компания Volkswagen десятилетиями выпускала «Гольфы», «Джеты» и «Пассаты», а летом 2002 года выкатила сразу «Фаэтон» и «Туарег». Таких солидных больших бульбовозов раньше не было. Сложно сказать, сколько крепких хозяйственников с дизельных белых универсалов пересело на «Туареге», но этот внедорожник сразу стал популярным, можно даже сказать, народным. Время было такое. Для покорения дорог и направлений людям нужны были респектабельные большие полноприводные тачки. С тех пор ничего не изменилось. Вы на канале «АвтоСтронг-М». Как быть тем, кто наконец готов исполнить мечту о Туареге первого поколения? Об этом внедорожнике много противоречивых отзывов и мнений. Хотя 15-летние ухоженные «Туарег» скорее радуют, нежели раздевают до нитки. Да, первые экземпляры «Туарег» больше стояли на 100 официальных дилеров, нежели возили своих владельцев. Но компания «Фольксваген» быстро допилила свой полноприводный флагман, чтобы он впредь практически не капризничал. Volkswagen Touareg отлично противостоит коррозии. Понятно, что пластиковые крылья и алюминиевый капот не ржавеют, а вот задняя крышка теряла свой нарядный вид ещё в гарантийный период, поэтому её перекрашивали по гарантии. Но с годами краска вспучивается в фирменных «Фольксвагеновских местах». Это на дверных ручках, на кромках дверей и на задних крыльях. Фары «Фольксваген Туарег» утоплены в передние крылья, поэтому для замены лампочек в них фары нужно снимать. Это делается просто – фары выдвигаются. Об этом узнали воры. Получается, что с применением вандальных методов фары можно снять, не открывая капота. Поэтому владельцы цепляют фары на тросы. Вот такое противоугонное устройство. Актуальный вопрос для фар Туарег – это выгорание линз и слепой ближний свет. Тут много вариантов – от замены фар на новые оригинальные или неоригинальные, до разборки фар и установки новых линз. После дождя или после мойки в Туарег могут намокнуть коврики в передней части салона. Чтобы этого не произошло, надо чистить дренажный трубок. Чтобы добраться к дренажным трубкам, надо отодвинуть кожухи передних арок, достать заглушки и прочистить всю грязь и мусор, которые скопились в трубках. Сзади дренажи выходят сверху под обшивку проема двери багажника. Если эти отверстия засорятся, то тогда вода будет просачиваться в заднюю часть потолка через заглушки под петлями задней двери. То же самое случится, если отсоединится трубка дренажа панорамной крыши. Из-за этой воды намокнет не только потолок, но и появится вода в нише под полом багажника, а также может пострадать блок комфорта, который находится справа за обшивкой багажника. Также влага из дренажей портит жизнь жгутам проводов, которые находятся под обшивкой пластиковых порогов. Оплётка осыпается, провода обрываются, и это приводит к разнообразным и непредсказуемым глюкам электроники. А из-за слишком интенсивной химчистки салона могут пострадать блоки, которые находятся под передними коврами в салоне. Все бензиновые двигатели Volkswagen Touareg первого поколения атмосферные, но есть впрысковые версии. Базовый мотор объёмом 3,2 литра, рядно смещённый VR6. Это надёжный двигатель, но его можно угробить, если упустить растяжение цепей ГРМ. За цепями лучше следить при помощи диагностического ПО. Если появилась рассинхронизация более чем в 6 градусов, то тогда надо закупаться новым комплектом привода ГРМ для замены. Также может барахлить погружной насос, трескаются изоляторы катушек зажигания. В конце 2005 года на базе этого мотора был сделан прямовпрысковый 3,6 FSI. Хороший мотор, но из-за высокой степени сжатия его надо заправлять 98-м бензином. Также Touareg первого поколения оснащался 4,2-литровыми V8 с распределённым и непосредственным впрыском. Дорестайлинговый мотор V8 – это двигатель старой школы с ременным приводом ГРМ. На распредвалы накинуты цепи, которые натягиваются активными натяжителями, которые в свою очередь регулируют фазы открытия впускных клапанов. На каждый цилиндр по пять клапанов. Блок цилиндров легкосплавный, немало таких моторов умерло от обрыва ремня ГРМ. Экономия на моторном масле приводит к износу натяжителей цепей. Хуже всего, когда дело заканчивается задирами в цилиндрах. В середине 2006 года был представлен новый двигатель 4,2 FSI прямовпрысковой. У него четыре клапана на цилиндр, а на распредвалах привычные муфты фазовращателей. Небольшая часть этих двигателей была выпущена с бракованным блоком цилиндров, что испортило им репутацию. Но можно с уверенностью сказать, что после 2009 года эти двигатели имеют приличный ресурс. Однако при покупке автомобиля с этим мотором настоятельно рекомендуем осмотреть все цилиндры эндоскопом. Топовый и самый здоровенный двигатель для Touareg – это 6-литровый W12, сделанный из двух блоков VR6. Только в ходе такого превращения блок цилиндров стал аллюсиловым. Редкий двигатель, но, говорят, неплохой, без явных слабых мест и требует заправки 98-м бензином и хорошего обслуживания. Базовый турбодизельный мотор для Touareg – это рядная «пятёрка» объёмом 2,5 литра с насос с форсунками, а в приводе ГРМ – шестерни. Немного слабоват для этого внедорожника, поэтому многие его чипают. Что примечательно, у этих моторов легкосплавный блок цилиндров без чугунных гильз. До конца 2006 года выпускался двигатель с обозначением «БАЦ». Что примечательно, в этом двигателе на поверхность расточенных цилиндров методом плазменного напыления наносили слой легированной высокоуглеродистой стали. Так вот, эта поверхность осыпалась, и двигатель быстро приходил в негодность. Это происходило при маленьких пробегах ещё в гарантийный период, поэтому дилеры меняли эти двигатели по гарантии. А вот остальные двигатели, как правило, гильзовались. С 2006 года на Touareg начали устанавливать рядную «пятёрку» с такими же характеристиками, но с другим блоком цилиндров, тоже с аллюсиловым, только без плазменного напыления. Этот блок ходит нормально. К вашему удивлению, аллюсил и турбодизель совместимы. Вообще, ресурс этих двигателей крайне зависим от правильного масла. Для двигателей с насос-форсунками масло должно быть с особым допуском 506.01 либо же 507.00. 507.00 – это для моторов, которые работают с сажевым фильтром. Менять масло надо каждые 10 000 км, в противном случае сотрутся кулачки распредвалов и толкатели клапанов. А вообще, этим «рядным пятёркам» свойственны те же проблемы с ГБЦ, что и двигателю 1.9 TDI. В принципе, именно при регулярном обслуживании эти моторы, особенно на Туарегах с 2007 года, служат без проблем без капремонта более 300 000 км. В конце 2004 года на Туарег появились новые турбодизельные двигатели 3.0 V6 с топливной системой Common Rail и с пьезофорсунками. У этих моторов цепной привод ГРМ, который находится сзади, в приводе используются четыре цепи. В большинстве этих двигателей уже удалены вихревые заслонки, которые приносили хлопоты из-за износа приводных тяг. За некоторыми ранними дизельными двигателями 3.0 V6 TDI были зафиксированы случаи перескока цепей ГРМ с печальными последствиями для двигателя. Вообще цепи на этом моторе ходят не менее 300 000 км, а их растяжение можно продиагностировать диагностическим сканером. Расхождение, вернее рассинхронизация может быть до 6 градусов. В конце 2007 года турбодизели V6 обновили, и они обозначаются четырьмя буквами. Первый из них – CAS. У этих двигателей цепи в приводе ГРМ проложены немного иначе. На этих моторах меняли ТНВД по гарантии, потому что из-за конструктивного недостатка ТНВД мог завоздушиться и разнести стружку по всей топливной системе. Многие из этих моторов подтекают по заднему сальнику коленвала. Также встречается утечка антифриза в развал блока цилиндров из теплообменника, который там находится. Также теплообменник может сопливить моторным маслом. Из-за закупоривания теплообменника масло нагревается, и это приводит к хораблению самого теплообменника. А ещё в развале блока есть радиатор системы EGR, из которого тоже может подкапывать антифриз. Флагманский турбодизель – это 5-литровый V10, на самом деле объём 4.9. Он сделан из двух рядных 2.5TDI, склеенных в V-образный легкосплавный блок с неудачным плазменным напылением. Но справедливости ради скажем, эти моторы ходят без проблем сотни тысяч километров. Почти все виды ремонта связаны с выниманием этого огромного двигателя. Турбокомпрессоры в нём слабое место, не додувают и могут течь маслом. Даже чтобы заменить генератор либо компрессор кондиционера, надо вынимать этот мотор. Прибавим сюда 2 ГБЦ с всевозможным износом всех деталей в них. Туареги с рядной дизельной «пятёркой» и двигателем VR были доступны с механикой, с механической КПП, которая обозначается 0.8D. Эта механика не без греха. При больших пробегах и сильно изношенным двухмассовым маховиком она могла загудеть. Гудели изношенные подшипники, которые можно заменить. На все Туареги первого поколения устанавливалась автоматическая коробка переключения передач Asin TR60SN. Кстати, у нас на канале есть подробный обзор этой коробки, так что айда в наш плейлист. В каталогах Volkswagen эта коробка обозначается 0.9D, что можно сказать о её надёжности. В первые годы выпуска на первых Туарегах меняли гидравлический блок этой коробки, но с тех пор ремонтировать коробку по этому поводу уже не приходится. Также при больших пробегах требуется ремонт гидротрансформатора. Если эта коробка начала неадекватно работать и сыпать ошибками, то, скорее всего, масло продавливается через её электрические разъёмы. Может помочь чистка фишек и разъёмов на жгутах, либо же придётся поменять два жгута коробки. Цена вас приятно удивит – 500 долларов за пару. Отметим, что бывали случаи, когда трансмиссионная жидкость благодаря капиллярному эффекту добиралась до блока управления АКПП, который находится под штурманским сидением. На этом пока всё. Отправляемся на СТО. Напоминаем, что в «АвтоСтронг» есть прекрасный бренд «МотоСтронг», где вы можете выбрать и купить отличный мотоцикл, который мы сами привезли из Европы с полным пакетом документов. Обязательно обратитесь в «МотоСтронг». Ссылочки и подробности в описании. Ну что, мы на СТО и продолжаем. Насос гидроусилителя на Volkswagen Touareg не особо долговечен и может доставить неприятности вплоть до полного заклинивания. Тогда у стартера не хватит силёнок, чтобы запустить двигатель. Но это редкий случай. Обычно наблюдается снижение производительности насоса «ГУР» на холостом ходу. Также подклинивает перепускной клапан, также может выдавливаться гидравлика через сальник и выдавливаться сам сальник. Поэтому надо насос ГУР заменить на новый. Оригинал стоит примерно $250, но также в продаже есть недорогие заменители. На многих Volkswagen Touareg пришлось столкнуться с заменой компрессора кондиционера. Неисправный компрессор просто не способен холодить на холостом ходу, даже если система заправлена и герметична. У Touareg есть проблема с наконечниками силовых проводов. Обычно эта проблема проявляется в вялом кручении стартера и затруднённом запуске на дизельных двигателях. После многочисленных проверок люди приходят к выводу, что надо пропаивать концевик провода к стартеру и к генератору, и попутно пропаивают концевики силового кабеля от аккумулятора к моторному отсеку. Кроме того, на Touareg появляется необходимость замены провода массы, который прикручен к правому лонжерону. В нём обрывается почти половина медных жил, и это проявляется в провалах при прокрутке стартера. В раздаточной коробке Volkswagen Touareg есть слабое место, из-за которого загорается ошибка, а затем не включается или не выключается пониженная передача. Проблема решается легко и быстро, потому что её суть в оборванных проводах. Провода рвутся в защитном рукаве вблизи электроразъёмов в раздатке. На первых Touareg раздатку меняли по гарантии. При покупке машины стоит вывернуть колёса до упора или неторопливо проехать по кругу влево и вправо. Машина не должна при этом дёргаться. При больших пробегах на Touareg возможны проблемы с передним редуктором, которые вызваны износом его подшипников. Эта проблема сопровождается воем на высоких скоростях. В масле редуктора может быть обнаружена стружка, но редуктор ремонтопригодный, все подшипники для его ремонта есть в продаже. В окне предлагает подвесной подшипник карданного вала. Считает, что его надо менять вместе с карданным валом. Но ни у кого не возникает желания отдавать $1800 за эту деталь. Поэтому на сегодняшний день придумано много способов по замене неоригинальных подшипников. Есть предложения от неоригинальных производителей. На износ этого подшипника указывают вибрации при движении на скорости более 40 км в час во время ускорения. Пневмоподвеска Volkswagen Touareg – сложная и развитая система. В ней два ресивера общим объемом 10 литров, в которых хранится сжатый до 16 бар воздух. Накачиванием воздуха занимается поршневой компрессор, распределением занимается блок клапанов, а клиренс измеряют два датчика. Компрессор пневмоподвески включается через реле, которое находится в распределительной колодке под рулевой колонкой. Реле надо менять каждый раз при ремонте пневмоподвески, либо же, когда при полностью исправной пневме компрессор работает часто и долго. Именно из-за залипания этого реле умирает электромотор компрессора. Реле стоит недорого – $15. Его последняя версия вышла в мае 2010 года. Из-за сильных перегрузок в электрической части пневмоподвески сгорает ее 40-амперный предохранитель SD13, который находится в распределителе под сидением водителя. Пневмостойки Volkswagen Touareg сделаны на совесть. Пневмобаллоны находятся в металлических стаканах, соответственно, очень хорошо защищены от грязи и влаги. Соответственно, прослужат долго. Но на дорестайлинговых Touareg преждевременно сдавались обратные клапаны в штуцерах. Их латунные корпуса подвергались электрохимической коррозии, а затем начинали стравливать воздух. Именно поэтому Touareg проседал на одно или несколько колес. Затем производитель предложил новые улучшенные клапаны из дюрали и проблема ушла. Стоимость клапана – $30. Все компоненты пневмостоек детализируются отдельно. А вообще пневмостойки ходят по 150 тысяч километров и своим ресурсом очень радуют владельцев Touareg. Компрессор пневмоподвески установлен спереди справа на днище. Он всасывает воздух из короба воздушного фильтра. Но прежде чем воздух попадет в пневмосистему, он проходит через осушитель силикатным наполнителем. Этот наполнитель не вечный. Со временем он до предела напитывается влагой и зимой может намертво замерзнуть. То же самое произойдет и со влагой, которая может попасть в пневмосистему. Тогда замерзнет блок клапанов и клапан, который сбрасывает давление. Зимой на морозе пневмоподвеска начнет чудить. Touareg опустится и не поднимется обратно, пока не отогреется. Поэтому осушитель надо превентивно поменять до морозов. ВАК предлагает ремкомплект осушителя по братской цене в $700, но есть заменители раз в пять дешевле. Народный метод тоже придуман. Надо разобрать осушитель, вытряхнуть наполнитель и высушить его в духовке. Два часа при температуре 150 градусов будет достаточно. Также замерзание пневмоподвески обязательно случится, если в ней где-то нарушена герметичность. Компрессор пневмоподвески можно отремонтировать. В продаже имеются неоригинальные ремкомплекты с уплотнениями и компрессионным кольцом. Также есть большой ремкомплект с поршнем и рабочим цилиндром. Кроме того, изношенный, то есть стучащий или перегоревший компрессор можно с переделками заменить на компрессор от Mercedes или его аналоги. Сведения о ресурсе рычагов подвески Volkswagen Touareg противоречивые. Если этот внедорожник каждый день не скакал по ямкам, то менять рычаги или сайлентблоки надо не реже, чем раз в 150 тысяч километров. Естественно, такой ресурс достигается за счет качественных оригинальных запчастей либо же качественных заменителей. Передние колеса подвешены на двух поперечных рычагах. Сайлентблоки для них детализируются отдельно. Сайлентблоки верхнего рычага самые дешевые – по 15 долларов за оригинал. Нижний рычаг опирается на гидроопору, которая стоит 70 долларов. Его сайлентблок стоит 23 доллара. Опора амортизационной стойки самая дорогая стоит 85 долларов. Шаровые опоры отдельно не продаются ни по оригиналу, ни по заменителям. Их придется покупать с рычагами в сборе. Стоимость верхнего и нижнего рычага 350 и 370 долларов – это по оригиналу. Естественно, есть заменители в разы дешевле. Кстати, вот чем может закончиться поездка на рыбалку – поломала задний стабилизатор. Сзади колеса подвешены на четырех поперечных рычагах. Их сайлентблоки, кроме одного, не детализируются отдельно. Единственное, что можно поменять – это втулки нижних рычагов, которые находятся под сапфой. Задняя подвеска служит более 150 тысяч километров. При сильном износе «Туарег» раскачивает кормой на шоссе и скрипит на неровностях. Нижние и верхние рычаги по 210 долларов. Верхняя косая тяга – 170 долларов, нижняя – 60 долларов. Различные производители предлагают и рычаги, и сайлентблоки для перепрессовки. Самые недолговечные детали подвески – это стойки стабилизаторов. Они выхаживают по 50-70 тысяч километров. Вот такой флагман в начале 2000-х годов получился у Volkswagen. Да, машины с годами дешевеют, но стоимость обслуживания остается на прежнем уровне. Поэтому, если вы купили в «Туарег» с экономичным двигателем, вам всё равно не удастся сэкономить на обслуживании. Если вы и дальше хотите, чтобы вы делали вот такие классные и подробные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, оставьте комментарий и поделитесь этим видео. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг». «АвтоСтронг».